Вечерний чай Я хотела бы сегодня продолжить разговор по поводу нашего с вами не омоложения, а сохранения молодости. А если сказать точнее, в принципе, сохранения жизни. Потому что, ну, может быть, я и слукавлю, если скажу, что мне всё равно, как я выгляжу. Ну, наверное, нет, конечно, мне не всё равно, как я выгляжу, как я буду выглядеть через год, через пять, через десять, дай Бог, здоровья. Но для меня был всегда важен очень внутренний фактор. Там хоть какая будет внешность, хоть какая раз красавица будет, но если она пустая, для меня неинтересен этот человек. Что женщина для общения, никогда не буду общаться с ней, а тем более супруга выбирать, с которым всю жизнь жить. И если он там весь из себя красавец, а в душе пусто, ни одна из нас с вами, дорогие девочки, не захочет выходить за пустого мужчину, какой бы он ни был красивый, замуж. Я, по крайней мере, так считаю. Ну, вы поправьте меня, если вы со мной не согласны. Так вот, после первого моего сюжета «Сохраняй молодость», часть первое утро, такие были комментарии, которые на самом деле заслуживают внимания. Но два дня прошло, или сколько уже, когда я опубликовала этот сюжет, я тут себе голову сломала. Я уже себя тут начала считать и микробиологом, и физиком, и химиком, и, значит, начала тут копаться-копаться, но не дано, если это понять. У меня вообще по физике было, ну, практически между тройкой и двойкой. Харкина мне не хотела, Людмила Николаевна, ставить тройку. Она считала, что я химию знаю на два. Ну, она, наверное, права была. Я действительно химию не знаю, хотя любила этот предмет. Мне он нравится. Ой, почему химию-то? Физику. Все сочинила. Физику, а не химию. Как раз химию-то я любила. С химией у меня было все хорошо. А вот с физикой у меня было нехорошо. И вот Людмила Николаевна мне пару мне вкатила. Но у меня об этом есть рассказы, не буду повторяться. Вот такой комментарий. Помню, в подростковом возрасте протирала прыщи перекисью. Это помогало их высветлить. Но много лет спустя слышала, что при ее использовании образуются свободные радикалы кислорода, приводящие к быстрому старению. Но я в химии слаба. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но на всякий случай не пользуюсь перекисью. Может, вы, Наталья, поняли механизм воздействия перекиси? Ей, значит, Аксиньи, девушке по имени Аксиньи, тут же вторит Куры Тодей. Забыла, как вас зовут. Вы же писали мне, как вас зовут. Ну, забыла. Ну, потому что вот могу забыть. Это правда. Также пишет. Это правда. Также перекись провоцирует, ускоряя рост седины. А я не знала. И когда пришла ранняя седина, около 20 лет, я стала волосы обесцвечивать перекисью, что яро усилила седину. Знала бы, выбрала бы краситель без перекиси. Например, хна. Но не лишено тоже логики в отношении именно того, чтобы выбрать хну. Кстати, у меня замечательная хна. Я привезла из Баку иранскую хну, но я ни разу ей еще не красилась. Не знаю, может быть, рыже когда-нибудь захочу стать. Теперь, видите, у меня уже, я с почином один раз покрасилась, теперь меня и Остапа понесло. Так вот я, ой, сколько же я тут поперечиталась. Чего я только тут, вот, Аксинья, значит, Куры Тодей, значит, все. И много вообще вопросов. Люди на самом деле, свободные радикалы и так далее, и так далее, и так далее. Я вам хочу что сказать. Что на самом деле, да, я же тут все уже изучала. Два дня, ну, не так, что прям сидела, хотя сидела. Мне любопытно это все было. Но без свободных радикалов-то ведь невозможно. Другое дело, когда их много, когда перебор с ними, со свободными радикалами, тогда на самом деле они и клетки наши уничтожают, хотя в большей части пишут, что они уничтожают именно клетки зараженные, нехорошие, раковые. У нас у всех они есть. Только кто-то их активирует. Знаете, как этот, как можно сравнить? Что, Игорюша, мы можем активировать файл? Или что мы можем активировать? Программу какую-нибудь? Активируем. Программу, да? Вот, например, да? Скачали вы программу. И вот есть такое, этот, такое окошечко, да? Спрашивает, как там, разрешение, да? Разрешение. Вот если вы кликните, ну-ка, выйди отсюда. Она наказана, Сильва, бессовестно вообще. И если мы кликнем на это окошечко, мы допустим эту программу в свой компьютер, она начинает активироваться, и она начинает у нас в компьютере жить. И если, значит, ее нужно уничтожить, она нам потом по каким-то причинам не нужна, или там еще что-то там бывает, что они там не дружат с какими-то другими программами, Windows там, или она пиратская, или еще что-то, то даже если ее удалить, как старший мне говорит, мам, нужно вообще всю сносить систему и заново ее вообще переустанавливать. По крайней мере, я сказала, выйди отсюда. Игорь, заходи в дверь, будь добр за ней. Простите. Так вот, с раковыми клетками то же самое. Они у всех у нас есть, кто-то их активирует, кто-то нет. А активация их происходит элементарно совершенно. В первую очередь, активируются раковые клетки из-за нашего образа жизни. Вы можете спорить, можете не спорить, это не я придумала. Я всегда считала, что мое сохранение вот внешности, там, прекрасных ногтей, ну, волосы не очень, но тоже ничего, там, того пяточки, как у младенца, локти, как у младенца, понимаете, это все, это все лично моя заслуга, забота моя о себе самой. Моя забота о теле, утренний душ, контрастный душ, понимаете, вот это все. И я, когда начала здесь читать, сейчас мы вернемся к микробиологии, я просто, меня сейчас будет кидать туда-сюда, туда-сюда, может быть, потом даже монтировать буду. И то, о чем сейчас скажу, я в конец сюжета уберу. Но все равно, послушайте, вывод один. Это я уже себе тезис вытащила, специально прям взяла и в файлик положила этот текст. В зависимости от химического состава восстанавливаются, как клетки того или иного органа, или части тела, как и состав крови. Сразу вспомнила, ящерицу, оторвали их хвост, он у нее вырос. И самое главное, химический состав окружающей среды. То есть мы прочитали, что в зависимости от химического состава восстанавливается все. И клетки, и части тела, и наши органы, и состав крови. А теперь самое главное, пишут, химический состав окружающей среды. Это я у этих, у космонавтов я там прочитала, у них, залезла прям к ним туда, мне было любопытно. Химический состав окружающей среды любого органа или части тела зависит, как вы думаете, от чего? От пиаш? Нет. От гемоглобина? Нет. От холестерина? Нет. От лейкоцитов, красных телец, еще каких телец, еще чего-то? Нет. Ответ на поверхности зависит только от эмоций. Вы понимаете? От эмоций. Но не я придумала. Я когда прочитала, прям запрыгала от радости. Думаю, да конечно. Положительные эмоции сохраняют химическую среду, в которой происходит превращение, то бишь, трансформация стволовых клеток в клетки любого органа или любой части тела. А отрицательные эмоции, наоборот, создают химическую среду, разрушающую клетки органов и частей тела и не дают развиваться, то бишь, трансформироваться стволовым клеткам, которых достаточное количество в организме человека. Стволовые клетки или камбиальные клетки или клетки камбия воспроизводятся как строительный материал с самим организмом в неограниченном количестве. То есть, либо вы жизнерадостный, ведете правильный образ жизни и не гундите по каждому поводу, и можете позволить себе где-то что-то и покушать, сейчас об этом поговорим, и ваши клетки самопроизводятся, трансформируются, у вас, значит, где-то что-то отвалилось, у вас там все восстановилось, где-то еще что-то, либо вы гундите и разрушаете сами себя. Всегда говорила, всегда говорила, но тут на научном уже, понимаете, вот научный сайт, все тут как положено, космонавты. Вот дальше читаю. Я сейчас только побольше сделаю. этот же сайт. Предлагаю рассмотреть пример, следующий пример. Кстати, я пью чай. Вы знаете, кто смотрит мои сюжеты со стевией. С стевией – это стопроцентная щелочь и ноль калорий. Итак, читаю. После полугодового пребывания в космосе у космонавтов происходит уменьшение плотности костей до 25% в нижней части тела, приводящего к снижению их прочности, благодаря чему увеличивается вероятность их перелома. В скобках – остеопороз. Обычно симптомы остеопороза появляются у женщин между 50 и 75 годами. Две совершенно разные группы людей, но одно и то же заболевание. Что общего между тренированными космонавтами и женщинами климактерического периода? Возраста. Общее – это отрицательные эмоции. Космонавт. Космонавтам, тренирующимся на тренажерах до седьмого пота, не удается избежать того же, что и женщинам, которые ничего не делают, считая себя старыми. Почему? Потому что отрицательные эмоции, которые не рассматриваются при длительном пребывании в космосе, оказывают воздействие на организм тренированных космонавтов, принося в жертву самую невостребованную часть тела – это ноги. В невесомости по кораблю перемещаются с помощью рук, и поэтому в костях ног на 20% плотность меньше, чем плотность костей верхней части тела – руках. Женщины, считающие себя уже старыми, не живут половой жизнью, мало двигаются, сидят за компьютером сутками, смотрят сериалы, и мозг отдает, принося в жертву нижнюю часть тела – ноги, которыми меньше всего пользуются. Итак, остеопороз. Есть строительный материал – стволовые клетки, но химическая среда в обоих описанных случаях создается отрицательными эмоциями, стволовые клетки не развиваются, то есть не превращаются, не трансформируются в клетки костной ткани, поэтому появляется заболевание. Сделанное мною открытие в области медицины и разработанный метод индивидуальной психотерапии позволяет в короткий срок научиться чувствовать себя хорошо, управлять своими приятными эмоциями. В результате меняется химический состав и восстанавливаются миелиновые клетки при рассеянном склерозе, восстанавливаются клетки поджелудочной железы при сахарном диабете, прекращается рост злокачественных клеток при онкологии, мышцы сердца восстанавливаются при заболевании сердца, увеличивается размер груди у женщин, развиваются половые органы как у женщин, так и у мужчин и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, о снижении половой потенции у женщин в частности мы поговорим с вами в третьей части. Я вам приоткрою свои секреты, как я сохраняюсь, пытаюсь, по крайней мере, сохранить свою молодость, потому что все это не только не лишено логики, это все чистейшая совершенно правда, 100%, тысячепроцентная. Итак, вернемся с вами к свободным радикалам. В малом количестве они необходимы нашему организму, потому что только при их участии иммунная система может бороться с вирусами и болезнетворными микроорганизмами, но избыток их губителен, к сожалению. Не собираюсь сейчас вдаваться в микробиологию, перечитала очень много, но что я, возвращаясь к Неумывакину, что я для себя открыла, что я конкретно для себя поняла. Я совершенно не собираюсь бояться этих свободных радикалов. Я вспомнила, как я разговаривала с медицинской сестрой в Обских Плесах, с Иринкой. Она высшей квалификации врач-анестезиолог. И я, находясь у нее на процедуре, делала у нее в кабинете 20 минут процедура, я с ней разговаривала, говорю, Ира, скажите, пожалуйста. Я тут прочитала, что во время войны, когда первый раз изучала, пить ли мне соду, я прочитала, что во время войны нашим бойцам ставили капельницу с содой. И они оставались жить. То есть именно сода давала возможность и исцелиться, и даже встать потом в строй, и опять идти на фронт. И я ее спрашиваю, я говорю, а на самом ли деле капельницы с содой делают? Она говорит, да. Да? Я говорю, скажите, пожалуйста, Ирочка, а почему же тогда сейчас их не делают? Ну ведь это же эффективно очень, это же здорово, ведь если сода входит в состав нашей крови, совершенно нормально, логично, объяснимо, что ее можно вводить в вену, этот раствор содовый. Она говорит, Наташа, ну что, сейчас же есть препараты по 20 тысяч, по 30 тысяч, дорогие препараты, зачем? Лучше это поставят. А как же, а чем будет питаться фармакология? Все эти, чем они будут питаться? Фармакологи? Содой по 30 копеек? Нет, вы что, нет. Я говорю, вы хотите сказать, что только этот фактор, только финансовый? Не более того? Она говорит, да. Не более того. То есть я, во-первых, убедилась в истинности еще раз. Да я, что мне убеждаться, я ее пью, я прекрасно себя ощущаю в плане, у меня желудочно-кишечный тракт работает как часы, просто как часы. А что касается приема перекиси, я начну ее принимать. Я совершенно не переживаю, не боюсь о том, что у меня там какие-то будут лишние, там, свободные радикалы. Ничего не будет лишнего, все будет нормально. Они нужны. Они нужны. Во-первых, организм сам. Вот как мы вот, я не понимаю, понимаете? Читаю тут тоже. Я уже закрыла, это было позавчера, но я зато выписала, что существует... Вот прям даже не там, а вот на планшетике. Вот, 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 понимаете? Вот сидела, трудилась, работала, а потом думала, запишу сюжет, а потом что-то тут отвлекли, туда-сюда, закрыла компьютер, все. Пропали все эти вкладки. Сейчас уже не найти, как я там ходила, шагала. Гипертермия. Гипертермия. То есть, смотрите, что это за процедура? Гипертермия. При температуре 43 градуса человеку дают наркоз, аппарат искусственного дыхания и опускают в ванну. То есть, это прямо конкретно еще, понимаете, еще и денег охренительных стоит процедура. Вы это себе не представляете? У нас, значит, теперь сейчас замораживает, у нас сейчас, значит, еще, видите, гипертермия. Термия, наверное, гипертермия. Гипертермия. Не мягкая Е, наверное, а Э твердая. Ну, не знаю, не буду. Вирусы, бактерии погибают моментально. Моментально. Тогда у меня возникает вопрос. Когда поднимается температура, 40, какого хрена мы сразу начинаем втыкать антибиотики и пить таблетки? Если все погибает при этой температуре. Все вирусы, все бактерии, они не живут в такой температуре. Зачем тогда нам втыкивают дрянь, которая нас губит? Все эти лекарственные препараты, все эти антибиотики против жизни. Против чего жизни? Против микробов. Они и так сдохнут. Получается, против того, что у нас там все еще нормально. И это тоже начинает подыхать. Начинает бедный наш организм от всех этих антибиотиков выкомаривать, выкручивать. И всякая разная аллергия вылазит. Начинаем чесаться, начинаем этими пятнами покрываться. Непонятно зачем. Я не знаю. Зачем? Зачем? Если это какой-то получается абсурд, парадокс. Здесь за деньги вас затолкают в 43, а если у вас на самом деле эта температура за 40 зашкаливает, вам будут втыкать антибиотики. Где логика? Ничего не понимаю. Ага. Потом наткнулась на один сюжет, очень интересный. Один из священников предложил, вот как раз по той теории, что именно в среде, то есть химический состав окружающей среды должен быть только положительные эмоции, да, то есть зависит от эмоций, положительные эмоции, только положительные эмоции. Вот священник что предложил, рассказывает с экрана женщина, надеваете на руку браслет и никаких негативов вообще не говорите, вообще не говорите, вот у меня там то, сё, или там, да задолбал ты меня, или ещё, да как мне эти ФГОсы, как мне эти программы, как я устала их писать. То есть, понимаете, вот это вот всё, вот это всё сразу же разрушает наши стволовые клетки. Сразу же, автоматически. Просто разрушает. И вот как только, допустим, человек сказал, он говорит, 21 день нужно, значит, только, как бы, идет восстановление клеток. 21 день. Этот браслет, если вы сказали что-то негативное, вы его опять переставляете на другую руку и начинаете заново. И начинаете заново. То есть, всё, и получается, что 21 день вы должны вот кровь из носу выдержать и говорить только, только положительные вещи. Меня сегодня, допустим, очень больно, близкий человек оскорбил, нальётся мне больно, но я это воспринимаю, понимаете, как не им сказанное, потому что я человек верующий. В человека просто в данный момент влез лукавый, бесы, понимаете, через него взяли, вот мне вот эту гадость сказали для того, чтобы меня как бы вот вывести из себя, для того, чтобы я поулыбалась и сказала, говорю, иди с миром. Я говорю, это не ты сказал. Это не ты сказал. Ты такого сказать просто не можешь. Это невозможно такое услышать от близкого человека. Невозможно такое услышать. Я говорю, это не ты сказал. И всё. И он рот закрыл. Понимаете? То есть и я не ушла в какие-то вот нехорошие эмоции и не пожелала ничего плохого. То есть всё нормализовалось. Всё было хорошо. Поэтому когда человек злой, когда человек всё, он вот говорила во многих я сюжетах о том, что вот эти морщины, вот эти морщины, которые опускаются вниз у женщины, она же сразу же она же сразу же старой становится. Возьмите все эти вот страшные фильмы, эти, которые олицетворяют смерть там или ещё, кстати, по поводу смерти есть замечательная притча. Она замечательная, прекрасная девушка по этой притче. И мы её такой сделали старой коргой. И как-нибудь будет время, я поделюсь с вами этим. Так вот, понимаете, вот эти морщины опускаются. Отчего опускаются? Потому что человек не улыбается, потому что нет никаких положительных эмоций. Никаких положительных эмоций. Ой, да и так вернёмся к нашим свободным радикалам, к нашей перекиси. Вот смотрите, кислород клетки необходим. Но избыток кислорода тоже вреден. Потому что мы знаем с вами много, почему в своё время, когда Фаберлик косметика, это же кислородная была косметика, но она и есть сейчас. Я не знаю, как они сейчас называют, убрали ли они слово, это кислородная косметика. По этому поводу тоже, между прочим, было очень много разных разговоров, что, дескать, вот зачем нам избыточный кислород, туда же, понимаете, типа вот кислородная косметика, кто что говорил. Я просто не пользовалась и ничего не говорила. И не вторгалась в это. Если бы я пользовалась косметическими средствами, я бы, конечно, изучала бы, там смотрела, что я, в принципе, считаю абсолютно излишним, оно нам не нужно. Никакие косметические средства. Он маслом намазал опять, витамином Е себе, так мягенько, так хорошо, никаких проблем вообще. Витамин А, витамин Е, чередуйте масляные и на глаза, и под глаза, и всё. Замечательно. Так вот, неумывакин предлагает, он что предлагает? Ну, несколько капель. Смотрите, несколько капель в воду, пусть пять, пять капелек на стакан воды, ведь мы же воду-то ведь практически не пьём, мы же ничего не делаем для себя. Мы пытаемся разобраться в микробиологии, мы пытаемся, значит, выяснить, что же там эти свободные радикалы, без которых мы не можем вообще жить, они нам нужны, так же, как воздух, как всё, понимаете, как солнце, как воздух, нам нужны эти свободные радикалы, они нам нужны, а чтобы не было избытка, избытка, нужно просто правильный образ жизни вести, всё от неправильного образа жизни, вот всё абсолютно. Возвращаясь, допустим, к теме, сейчас всё, всё подряд понесётся, понимаете, потому что у меня в голове вот так вот сейчас, возвращаясь к нему, в Акино, и опять туда-сюда. Вернёмся к ВИЧу, которого не существует, ВИЧ-инфекции. Её нет. Но СПИД есть. А что такое СПИД? Синдром приобретённого иммунодефицита. То есть человек лишает себя иммунитета из-за неправильного образа жизни. А вы думали ВИЧ для того, чтобы, значит, поиметь хорошие деньги. Вот и всё. И частично, значит, уничтожить часть человечества, посадив его на препараты на специальные от того, чего нет. И получается, что человек лишает себя иммунитета сам. То есть человек самоуничтожается. Самоуничтожается. Тоже не новость. Мы уничтожаем себя сами. Какой образ жизни ведём, как мы с вами питаемся, как мы с вами, что мы едим, что мы пьём, то мы получаем. То мы получаем. Поэтому, конечно, я соду пью. Вот правильно пью, как рекомендовано. Чётко выдерживаю время, чтобы потом покушать. У меня я чувствую себя очень хорошо в плане желудочно-кишечного тракта. Хотя мне в 2002 году поставили язву. И когда мне задали вопрос, я попала в реанимацию от переутомляемости. От невероятной совершенно. И для того, чтобы на следующий день вести высокопоставленному чиновнику банкет, я попёрлась в нашу клинику недалеко от Пеннерского лагеря, где я работала. И мне передозировали меня на вокаиновую блокаду, делали на позвоночнике и передозировали меня. И у меня гипертонический кризис, у меня я не теряла сознание. Но когда лежала, мне говорили там медсёстры на этом самом, на посту. Подойди, посмотри, там она там у нас живая. Ну, то есть я это всё слышала. Я лежала, думаю, нет, ничего подобного, сейчас мы вылезем. То есть я, понимаете, я сейчас знаю, что у меня стволовые клетки там работали, знаете, на моём оптимизме, на моей среде положительной такой, оптимистичной среде. Говорю, не дождётесь, сейчас. Вот так, к чему, к чему, А, и вот тогда, когда меня потом перевели в палату интенсивной терапии после реанимации, когда меня заставили всё пройти, всех врачей, вообще всё, здоровых людей в принципе нет. Понимаете, это нормальное явление, но я не знаю, я сейчас вот буду считать себя, не знаю, той же самой ящерицей, которая отращивает себе хвост. Вот всё, что мне надо, я вот раз сейчас, я ещё больше буду оптимизировать всё, я не буду вообще обращать внимание, ни на что негативное. Вот мне чихать я хотела. Надо программы писать? Я буду писать, я буду улыбаться, я буду писать. Надо, ещё надо писать, сейчас вот выйду на работу после больничного, буду ещё писать, надо ещё переписать, 10 журналов? Перепишу. Перепишу. Ничего страшного. Так вот, что я говорила? А, ну-ка давайте там меня поставьте на место. О чём я говорила? А, вот. И я когда ФГС, меня отправили на ФГС, ужасная процедура, и мне говорит врач, скажите, пожалуйста, как давно у вас язва? Я говорю, чего? Ну, у вас, говорит, там вот рубец, у вас язва, как давно? Она сейчас в стадии ремиссии, как давно? Я говорю, знаете, я не знаю, я от вас первый раз слышу, что у меня вообще язва. Что было? Когда было? Он говорит, ну, у вас зарубцованы, у вас там всё хорошо, у вас ремиссия, всё, ну, а когда было-то? Я говорю, да откуда я знаю, что ко мне пристали-то? Я от вас первый раз слышу, что у меня вообще язва, то есть я к врачам не ходила, карточка у меня, сейчас я вам покажу, она тоненькая, вот, вот такая вот карточка, тоненькая-тоненькая карточка, то есть, да, было три реанимации, и всё, а потом, значит, первый раз мне сказали, там, на терапию мне сказала, врач очень, такая махровая еврейка сказала, квашеную капусту ешь, и клевер настаивай на водке, и пей, значит, там, по чуть-чуть, значит, этот клевер настойный, сосуды будут, говорит, как канаты, а это всё выброси в помойку, я говорю, вот спасибо, то вот как хорошо попало, да, вот повезло, мне другая бы сказала, там, вам ещё рецептик, ещё рецептик, ещё рецептик, и всё, от рецептиков от этих, так что, спасибо не надо, опять что такое, а, так вот, желудочно-кишечный тракт, и я, с тех пор, я не ходила, мне, 2002, сейчас 2017, я чихать хотела на это, на всё, у меня там просто всё, у меня там нет ничего сейчас, ну, по карточке там, типа хроника, да, я говорю, да нет у меня ничего, я говорю, я просто, мне говорят, ну у вас же здесь написано, я говорю, ну мало ли что написано, я-то чувствую, что у меня её нет, и не будет никогда, потому что я её просто не приму, она как-то влезла в меня, понимаете, как-то там, вот, побыла немножечко, сама по себе зарубцевалась, потому что я её зарубцевала своим характером, своим отношением, своим поведением, своей энергетикой, всё это, и всё, но переутомляемость, да, вот чего не должно быть, понимаете, вот чего не должно быть, поэтому, когда мы с вами пьём соду, я её гашу, спрашивают меня, здесь тоже задавали вопрос, Наташ, как вы её пьёте, ну, это желудочно-кишечный тракт, там, всё-таки сода, там, я говорю, ну, так мы же её гасим, лимон, это стопроцентная щёлочь, я туда добавляю, выжимаю немножечко, несколько капелек, приятно пьётся, нормально пьётся, ну, почему вы газировку пьёте, с содовой, почему вы не можете стакан с содой выпить, гашёной, не знаю, какие у вас проблемы, лимонады, значит, все эти, которые стопроцентная кислота, то есть, вы пьёте, пепсиколы, там, и всю эту дрянь, всю эту гадость, а, значит, в стаканчик соды насыпать, и лимончика капнуть, свой лимонад, вы почему-то не пьёте, считаете, что это плохо мне будет, ничего не плохо, всё зашибись, а стул-то какой замечательный, как всё, прямо как по часам, всё, никаких проблем вообще, просто, сейчас вспомнила, анекдот вспомнила, женщина, килограмм сто, пришла в тренажёрный зал, ой, как жаркая горёха у нас, а, у нас то холодно было, теперь жарко, на улице плюс, плюс один, в тренажёрный зал, пришла, крутит обруч, подходит, подходит к ней, тренер, она говорит, ну как, я правильно делаю, он забирает у неё обруч, говорит, персик, иди домой, не порт фигуру, иди, иди домой, ну вот так, итак, что касается, всё-таки возвращаемся, берегись.